Доброе утро, дорогие друзья! С вами программа «Утренний кофе» и её ведущая Ольга Панченко. У нас сегодня в гостях выдающаяся певица Катя Лиль. Привет, дорогая. Привет. Кать, больше 20 лет на сцене, если я не ошибаюсь. Скажи, пожалуйста, как ты сильно изменилась? Что тебе удалось себе сохранить? И всё-таки что потерять? Ну, несмотря на то, что жизнь посылает нам учителей этой жизни, за что большое спасибо. Как говорят, что каждая встреча с человеком, будь то позитив, негатив, это действительно очень важно для человека, для того, чтобы подниматься по ступенькам, быть духовнее, быть выше, преодолевать трудности. И я очень благодарна всем тем людям, которые есть в моей жизни, которые были в моей жизни. Но, несмотря на всё это, я какая-то такая, я стою, знаешь, как ни странно. Самой собой. Самой собой. Такая же позитивная. Это правда. Любящая этот мир. Действительно, по-настоящему ценя. Любовь, дружба, преданность. А люди из старой жизни остались с тобой сегодняшние? Их не много. Друзья, какие-то. Их совсем немного, но не есть. То есть вот тот круг, который был с тобой изначально, ты всё-таки сохранила кого-то? Совсем минимально, но сохранился. Конечно, это моя семья, которая всегда рядом, за что им огромное спасибо. Несмотря на то, что бы ни происходило в моей жизни, они всегда рядом со мной меня поддерживают. Расскажи о своей семье. Кто твои родители? У меня прекрасная, добрая семья. Очень любящие друг друга. Папы, к сожалению, уже нет с нами 12 лет. Как светлое имя память. Но для меня это большой пример жизни. Как нужно жить. Как нужно уважать друг друга. Папа с мамой познакомились, живя на одной улице в городе Нальчике. И мой папа был старше мамы на 7 лет. Он её воспитывал, носил на руках для себя. И папа был очень красивым, и мама тоже. Но так как папа уже был мастером спорта, и все девчонки, по велоспорту, и все девчонки просто сходили с ума. Умирали. Умирали, да, потому что он действительно был очень красивым. И он уже нянчил маму. Для себя. Для себя, да. Для себя дорогого, то, я бы сказала, это любовь, которая, знаешь, достойна такого примера, особенно для нашего времени, как нужно любить одного человека до конца жизни. Как нужно им восхищаться. То есть, представляешь, это единственный мужчина, который целовал мою маму в жизни. Я говорю, мам, ты просто фантастически. В наше время это звучит невероятно. Абсолютно. Да, ты фантастически. Понимаешь? Это вот я верю, когда люди созданы друг для друга в этой жизни, с той планеты, посылаются сюда для того, чтобы дышать друг другом, да. Для того, чтобы в этой любви настолько проникаться друг к другу и рождать в любви своих детей. А как они воспитывали вас, сестрой? Ну, нас воспитывали достаточно, я бы сказала, жестко, несмотря на то, что мы девочки. И мой папа очень сильно мечтал вместо меня иметь сына. И когда мы сообщили, что ой, мы тебя поздравляем, Николай, у тебя вторая дочь. Он был страшно. Совсем не рад, да? Да, и в тот момент друзья, которые с ним находились в машине, они сказали, боже мой, это был такой момент, когда машина просто на дыбы стала. Он просто настолько был шокирован, он так ждал сына. Но, когда мне исполнилось 10 лет, он сказал, я должен с тобой поговорить. Я говорю, давай. Он говорит, я был так неправ, прости меня. Я такой был дурак. Да я бы тебя на 10 пацанов не променял. Так это у меня замечательно. Как это важно для девочки. Да, и для меня это было так действительно неожиданным, важным, что мой папа попросил мне прощения спустя 10 лет, так мечтая о сыне. И поэтому я считаю, что это безумное счастье, когда у тебя есть девочки, особенно две потрясающие, которые хорошо всегда учились, которые очень честно были воспитаны, справедливо. И да, иногда мне это мешает, быть может, жить, что я очень порядочная и честная, но я думаю, что лучше так жить, чем по-другому. Ну, кстати, часто говорят, что папа мечтает о мальчиках, но больше любит девочек. Вот странно, да? И как это важно попросить прощения у ребенка за то, что ты когда-то был неправ. Мне кажется, отпускает очень. Да. Дает возможность быть счастливой и самой собой. Конечно. Поэтому у нас всегда в доме царила гармония, любовь, полный дом гостей, доброжелательность. И когда в 19 лет я покинула свой родной город, Нальчик, и уехала в Москву за своей мечтой, конечно, мне было очень непросто. Рыдала месяца два. Как родители отнеслись к твоей мечте? Все-таки девочка, 19 лет, карьера певицы. Ну, сначала они подумали, что это шутка очередная Катя. Но Катя придумала. Да, но так как Катя очень решительная и самодостаточная в решениях... Все-таки мальчишеские черты какие-то. Абсолютно. Да, мальчишеские черты точно так и есть. Я помню, что был сильный дождь, было лето, я слушала свою любимую Шаде, певицу. Почему-то я сидела на полу, мечтала. И я решила, что нужно сделать выбор в своей жизни. Иначе уже в то время, когда можно выйти замуж, уже ухажеры вокруг активно двигались и были влюбленности, конечно. Я поняла, что нужно действовать, определить дату. Я 5 июля определила для себя дату и сказала. Всю ночь я не спала, утром родители проснулись, я говорю, папа, мама, я уезжаю. Шок, шок, шок. Но они подумали, что все пройдет. Тут они видят, что чемоданчик собирается. И за месяц до отъезда я предупредила, то есть целый месяц, мама стала плакать. Мама там в шоке. Куда же ты, доча, едешь? Ну, представляешь, да, куда? Младшая, которая ни к чему не приспособлена, я всегда жила с родительными. Но ты уже знала, в Москву куда? Никуда, никуда, никуда. Я понимала, что Москва – это мой курс. А с вектор ты определила. Я понимала, что именно там может осуществиться моя мечта. Только там. И как это было? Ты приехала с чемоданом на вокзал. Ты не поверишь. Классика жанра просто. Да, абсолютно. Нужно фильмы снимать. У меня абсолютно готовый сценарий для фильма классно. И за два дня до отъезда я стала искать, где же я буду жить первое время. Я поняла, вспомнила, вернее, что у моего педагога есть здесь знакомые. И так получилось, что я договорилась с девочкой, которая тоже работала в музыкальной школе. Я просто ей сказала, можно я у вас поживу первое время? Мне очень нужно в Москву осуществить свою мечту. Я буду певицей профессиональной. И представляешь, она мне поверила. Она сказала, хорошо, поживите. Вот так вот. Да. И я жила целых почти три месяца на Ленинском проспекте с этой потрясающей Ларисой в ее шикарной квартире дедушки-профессора, который у нее был. Москва слезам верит. Москва слезам верит. Ну, почти такой дом. Почти, да. И за что ей огромное спасибо. Но я очень признательна папе, который меня поддержал и который сказал. Дерзай. Давай. Если не получится, возвращайся. Всегда есть, куда вернемся. Да. Но если мы не дадим тебе осуществить твою мечту, то ты всю жизнь будешь в этом нас винить. И, конечно, я очень благодарна папе, который говорил маму. Мама просто рыдала, мама плакала. И это очень важный момент, знаешь, в жизни, когда нужно было поддержать своего ребенка. Но я сказала так. Если не отпустите, вот в чем стою, в том убегу. Поэтому они понимали, что бесполезно со мной спорить. Они понимали, что это весь мой мир, без которого я не могу дышать. Я занималась уже музыкой с 10 лет в Вианальчик, при Дворце Пионеров, где была солисткой. Я уже тогда гастролировать стала. И первыми гастролями были там Липецк, Польша, города по братьям Нальчику. Серьезные поездки, да. Конечно, да. Все уже были гастроли. И я уже, несмотря на свой небольшой возраст, я всех держала в своей группе. Дисциплина, репетиции. То есть тогда у меня уже был характер и абсолютное стремление к высотам. А как ты попала к Льву Валерьяновичу Лещенко? Уникальная история. Я попала на конкурс молодых исполнителей «Музыкальный старт 1994», который проходил в парке Горького. Это открытый конкурс. Да, совершенно верно. Открытый конкурс. И я стала лауреатом. И именно там проходил галоконцерт большой, где был Лев Френч Лещенко, к которому я подошла. Сказала, что «А правда ли вы занимаетесь молодыми талантами?» На что он внимательно смотрел снизу вверх и сказал «Вы что, талант?» Я сказал «Да». «Почему это вы талант? Таких много?» На что я сказала «Я очень талантливый человек. Я сама пишу песни, их исполняю. Вот послушайте мою кассету». И уехала в Нальчик на несколько дней. Безумно соскучилась по родным, по дому, по друзьям. Звонит мне Лариса, у которой я жила, и говорит «Слушай, тут тебе звонили». Я говорю «Да ладно, кто?» Я думаю «Кто мне может позвонить, да?» Она говорит «Мне по голосу показалось, что это Лев Френч Лещенко». Я сказала «Это прикол». Это действительно сюжет для фильма. Реально. Я не поверила. Я подумала, что «Ларис, ты шутишь?» Она говорит «Я тебе серьезно говорю». Так не бывает. Я сказала «Срочно скажите ей, чтобы она приезжала». Я беру билет, я прилетаю и с трясущимися руками и ногами, безумно волнуюсь, бегу в офис. И мне сказали «Почему вас так долго нужно было ждать?» «Сколько можно вас ждать?» И все, и я поехала на свои самые первые гастроли буквально через пару дней. Это был Питер, Петрозаводск и Сартовало, Карелия. То есть потрясающе. Ты сказала в начале нашей беседы о том, что наставники, учителя крайне важны для тебя. Они тебе могли сформироваться не только как певица, но и как личность. Как личность, конечно. Кого бы ты могла назвать? Я обожаю Лёва Валентиновича Лещенко как своего второго папу, как своего педагога, который действительно очень искренний человек, настоящий мужчина, который, несмотря ни на какие-то, быть может, проблемы, нездоровье, холод, голод, он всегда выходил на сцену, как на святыню. И я этому училась у него. И для меня это был огромный, колоссальный опыт жизни, как нужно выходить на сцену, как нужно общаться со зрителями, как нужно общаться с публикой, с обществом. А как общаться с коллегами по цеху? Очень важно. Всегда достойно. Всегда не повышая голоса. Очень тактично, корректно, с уважением. Это так дорогого стоит, знаешь? Да, согласна с тобой. Это так важно в наше время, да. И поэтому я бесконечно люблю этого человека. Я очень ему признательна. Это, конечно, мой такой счастливый талисман, который был послан свыше. Я в это верю. И каждый раз, проезжая мимо парка Горького, я говорю, господи, спасибо тебе, господи. Когда пришел первый успех? Ты помнишь это чувство, что вот когда твоя песня из каждого утюга, грубо говоря, начала раздаваться, и ты вдруг поняла, что вот, я добилась? Да, конечно. Самый первый предуспех, когда я поверила в себя, и это действительно было нужным в то время, мы поехали в Питер с Ольгой Мариачем Лещенко, это была моя первая поездка, такая проверка, знаешь, на пройду ли я этот путь, как я себя поведу. И когда Лев Рянович меня объявил в своем концерте в середине, как свое детище, я пела своих пять песен собственного сочинения, и меня очень тепло принял зал, я забежала в гримерку, страшно, у меня очень-очень било сердце от волнения, и концерт закончился, подбегают люди, говорят, вы такая потрясающая, так здоровая, такая пластичная, боже мой, я все покраснела, все волнуюсь, и Лев Рянович это все слышит, представляешь, со своим директором бывшим, и я говорю, это все не я, это все он, я слышу, они подбегают к нему, и то же самое так говорят, я думаю, ну все, это была первая и последняя поездка в моей жизни, все, я так слышу, Лев Рянович таким серьезным голосом говорит, ребенок, иди сюда, я так подхожу, стою, думаю, ну все, сейчас мне скажут, до свидания, ты больше у нас не работаешь, Лев Рянович кладет мне руку на плечо, и говорит, ну что, ребенок, я верю тебе, я в тебя верю, я буду заниматься тобой, вот так вот, все, знаешь, это было, Оля, такое состояние, я готова была обижать весь Питер, пешком отчасти, потому что, знаешь, я поняла, что моя мечта, вот она, вот она, и я должна удержаться, несмотря ни на что, то есть мне дали шанс, и тут все зависит от меня, выдерживаю ли я этот темп жизни, буду ли я так работоспособна, смогу ли я добиться тех высот, которые передо мной будут ставить. Звездная болезнь и популярность, ты в одной из немногих, кому это удалось избежать, ты очень человечная, ты позитивная, когда тебя стали узнавать на улицах, какая была твоя реакция? Ты знаешь, я, быть может, потому что слишком долго к этому ушла, и своим путем, и много для этого делала, постоянно училась, постоянно развивалась, да и по сей день я считаю, что для меня очень важно не останавливаться, нужно заниматься собой и расти, несмотря ни на что. То есть для меня странно, знаешь, сказать, все, я состоялась, я прекрасна, я лучшая, то есть нет... И почевать на лавру. Да, нет, для меня очень важно идти вперед, несмотря ни на что. И когда я вышла на стадионе, не помню, в каком городе, я услышала, как весь стадион поет вместе со мной мои песни, громче меня. Мурашки по коже. Мурашки по коже. И я поняла, это произошло. Эта любовь пришла, она тут. Моя мечта осуществилась. И я просто была шокирована тем, что я слышала стадион, знаешь, и все слова, я просто вот так микрофон положила на сцену. Я просто пошла за кулисы, ошарашенная тем, что я слышала. И это было чудо для меня, и я поняла, да, господи, вот оно, вот это пришло. Мы прервемся на рекламу и вернемся через несколько минут. Дорогие друзья, с вами программа «Утренний кофе» и у нас в гостях певица Катя Лель. 2002 год. В твоей судьбе появляется Макс Вадеев. Да. Великолепный, замечательный продюсер. Ты резко меняешь имидж, у тебя меняется репертуар, ты становишься другой. Тебя это не испугало? Или ты уже к этому осознанно шла? Ой, я к этому так долго шла. Я целых два года ждала его звонка. Два года. И добрые люди передали ему мой номер. И он, когда позвонил, сказал... Ну, он же очень своеобразный человек, как я понимаю, очень сложный. Да, очень непростой, очень закрытый. И он сказал, ну, вы меня искали, я Макс Вадеев. А я тем временем захожу, спускаюсь, я помню, хорошо на Арбате в салон красоты. И я так застыла на ступеньке, знаешь, я думаю, не может быть. Какие звонки в твоей жизни случаются? То ли в полиере, то ли в полиере, то ли в полиере. Фантастические, это просто нереальные. И он говорит, вы меня искали? Я говорю, подождите, не кладите трубку, я вас умоляю, подождите сейчас. И он говорит, я не занимаюсь попсой. Я говорю, я все знаю, я все понимаю. Ну, дайте мне, пожалуйста, две минуты вашего времени, я умоляю вас. И он говорит, я понял, ты танк, который не остановишься. И когда я пришла к нему навстречу, перед очередными гастролями, он тоже летал, я. И очень важный его экс-продюсер, очень важный, мы такие крутые, мы такие заслуженные, я все знаю, я все понимаю. Только можно мне дать тет-а-тет, две минуты времени с Максимом? И он настолько был удивлен, что я такая, танк, такая совершенно наглая, да, и корректная. Что за эти две минуты ты ему сказала, чтобы убедить Макса Фадеева? Я просто сказала, правда? Макс, я не знаю, как мне жить, я не знаю, с кем работать. А как раз был тот период, знаешь, когда рок-культура заполнила поп-культуру, и я совершенно не понимала, с кем работать. из аранжировщиков, с композиторов. Я не просто не понимала, куда двигаться. Я говорю, помоги мне, я готова начать все с нуля. Вот как ты скажешь, я все так и сделаю. Только дай мне этот шанс, я умоляю тебя. И он сказал мне, я абсолютно был уверен отказать тебе, идя на встречу с нами, с тобой. Ты же заранее был готов в отрицательное ответ. Абсолютно. Ну, он хотел меня выслушать. Он сказал, когда я увидел твое лицо, твои глаза настоящие, я увидел, ты не фальшивая. Что-то в тебе зацепило меня. Абсолютно. И я понял, что да, дай попробую. И те же слова мне сказал Лев Ряныч, когда я зашла к нему в кабинет, он сказал, ну хорошо, девочка, ты из Нальчика, ну а кто тебе все делает? Ну что я сказала, никто, я сама, вот я сама написала эти 10 песен, которые вам привезла. И он сказал мне, потом признался, я подумал, или ты фальшивая под маской, или ты вот такая, как есть, настоящая искренняя. То есть, я думаю, самое главное быть самой собой, знаешь. И здесь появились твои замечательные хиты Муси Пуси, Джага Джага. Но это был большой творческий путь Макса, который проделал колоссальную работу, прослушав все те мои песни, мои клипы посмотрев. И он сделал анализ моего творческого пути, который до сих пор я храню в сеть, который он написал, что нужно себя правильно преподнести такой, какая ты есть, такой девчонкой, кокетливой, с прищуром. Он говорит, ты же бабочка, вот такая разноцветная, яркая, светлая, рот до ушей, ты просто такая, какая ты есть. Что ты надел эти дорогие платья, бриллианты, кому они нужны? Я говорю, да я просто, он говорит, да не надо просто. То есть каждый раз, когда я шла к нему, знаешь, что я делала? Я заходила в туалет, я вот так волосы, вот так водой, вот так волосы, чтобы не было видно, что я была в салоне красоты. Понимаешь? Потому что он, что у тебя за прическа, что ты вся уложена, что такая красивая сидишь? Я говорю, я обыкновенная, я не могу сказать, я не могу сказать, вот стала спасти, или пришла. Как вообще работать с Максом Фадеевым? Ну, непросто, скажу честно. Он жесткий, требовательный. Он требовательный, жесткий. И я мечтала, чтобы найти ключик к его сердцу. Макс психолог по своей первой профессии, и он очень непростой парень. То есть прежде, чем войти в студию, он усаживал тебя напротив, он с тобой разговаривал часа два, доставая сокровенное из глубины твоей души то, что никто не мог знать. То есть, знаешь, очень-очень непросто было это пройти девчонке, и когда я входила в студию, где записывалась сама Бёрк, у него в Праге, где он жил, он сказал, остановись, запомни, тут все плачут. А знаешь, что сказала я? Я берусь и сказала, а я не буду плакать. И пошла. Очень смешно, нереально. Просто его ребенок, которому тогда было четыре годика, он сказал, папа, где ты такая быстрая девочка, которая не плачет? Где ты такая быстрая девочка? У тебя сейчас невероятный творческий ренессанс ты переживаешь. Ты блистательно, любима, твои песни звучат по радио, и ты опять начала сотрудничать с Максом Фадеевым. Я тебе открою маленький секрет. Мы с ним по моим большим уговорам в 2009 году выпустили песню «Твоя», прекрасный трек, который он написал, он снял клип на эту песню, это была первая песня после моих родов. Он и клип снял. Он и клип снял, режиссер. Но, знаешь, как ни странно, вот не произошло чудо, при том, что песни шикарные, классные. Но тогда я еще не была вхожа в, так скажем, в открытый шоу-бизнес, я еще была много где закрыта. Под запретом. Под запретом, да. Поэтому эта песня не получила вот того формата, который она заслуживает. И сейчас я опять надеюсь, что наше творчество возобновится. С Максом мы все-таки придем к этому знаменательному событию. Сейчас у меня хороший план. Сейчас выходит новая песня на днях Михаила Гуцериева. Называется она «Гамма-бета» с таким необычным названием. Я верю, что в знаковый... Знаешь, есть такие знаки. Михаил Гуцериев пишет песни? Потрясающие песни. Да что ты? Я об этом не знала. Нет. Потрясающие песни. Он пишет тексты и совершенно удивительные и прекрасные тексты. Это его хобби. Он очень проникает с творчеством своим. И вот буквально на днях песня стартует. Ой, ну дай бог. На радиостанциях. Спасибо. И вот сейчас мы клип будем снимать эту песню. И я решила для себя сделать такой, знаешь, серьезный шаг. Конечно, страшно. Конечно, много сомнений. Конечно, много мыслей. Но кто не рискует, тот не бежит. Почему бы и нет? Почему бы и нет? А кто будет режиссером? Нет, не клипа. Я веду шаг большого сольного концерта, который будет 17 октября в Крокусе. Приглашаю заранее. Спасибо, с удовольствием. Все телезрители. Да. Приходите. Получите огромное удовольствие. Обещаю. И сделайте большую программу под названием «Пускай говорят». «Пускай говорят». Прекрасно. История с Александром Овечкиным. Как раз и песня. «Пускай говорят». Да. Взбудоражила необычный клип. Как появилась идея с таким брутальным хоккеистом. Ты не поверишь. Снять такой нежный трогательный клип. Ты не поверишь. Я была на конкурсе красоты. И где был в жюри Саша, с которым мы дружили с 2008 года. Где была грандиозная их победа. И мы как бы случайно знакомимся в Лоттеплайло на 21 этаже. С тех пор наша дружба очень переросла в хорошие дружеские отношения теплые. И мы там созванивались, там смсничали. Но вдруг проходит несколько лет и мы встречаемся на этом конкурсе, где как бы случайно Саша мне говорит такую фразу. Подруга называется еще. Вот Бора у тебя. Кстати, у Бора сегодня рождение. Случайно. Вспомнила, да? И он говорит, Бора, два раза ты в клей поприглашала, а мне ни одного. Невероятно. Я сказала, оказывается, каждый хоккеист мечтает в душе быть актером. Я сказала, я подумаю, вдруг, мгновенно у меня появляется песня Сергея Ревтова прекрасная «Пусть говорят». И я подумала, а почему бы нет? Тем более, у него несколько дней осталось как быть в Москве. Я звоню и говорю, Саша, я готова принять предложение. Ты понимаешь, буквально все за считанные дни и Сергей Ткаченко прекрасный режиссер снимает эту историю очень стильную, необычную, дрогательную. И мне кажется, он на все 150 справился с этим брутальным мужчиной. я бы на его месте, скажу тебе честно, я бы не выдержала. Я бы просто смеялась постоянно, потому что нужно было ползать по нему и убеждать его в том, что я его люблю, а он не верит, что это действительно по-настоящему. И в конце, где якобы наш поцелуй, мы же должны были искренне смотреть друг на друга в глаза, и он говорит, я люблю тебя. То есть мы так смеялись, и тот самый кадр, где мы реально смеемся, он был на самом деле. И я, увидев его, сказала режиссера, я умоляю тебя, оставь этот кадр, пусть это будет настоящая разрядка. Он хотел, чтобы до конца он был таким же серьезным, в образе. Я говорю, пожалуйста, дай эту разрядку, эмоцию настоящую. И он, спасибо ему, оставил ее, потому что, мне кажется, эта искоренность настолько, вы знаешь, обезоруживает, когда вдруг Овечкин с одним зубом, который нет, и он смеется, и это действительно классно. Мне очень понравилась идея, и спасибо Саше, что он до конца выстоял, вот как актер настоящий. Он доволен с этой работой? Да. Да. Мы не можем его потерять, как хоккеиста, может быть, сейчас он пойдет в сериалы. Я не знаю, что будет завтра, и, быть может, Галинута возберет. Абсолютно точно. То, что он очень в этом органично жил и гармонично, просто супер. Большой мой респект и большое спасибо. У тебя растет очаровательная дочка. Сколько, кстати, ей сейчас? Нам будет шесть уже на днях. Она напоминает тебе себя в ее возрасте? О! Я думаю, что она абсолютно взяла мое, мужа и еще свое. Она настолько характерная. И я понимаю, что, когда она была у меня в животике, судя по тем эмоциям и событиям, которые происходили воинственным в моей жизни, она все это в себя взяла. Закалилась. И еще превзошла себя своим характером. Мало того, что она овен, она еще и бык, понимаешь? Поэтому я даже не представляю. Но девушка характерная, мне это нравится. Сама достаточная уже очень. Концерт будет 17 октября в Крокусе. Когда выходит твой альбом? Когда его ждать твоим поклонникам? Альбом вышел только в уходящем году, восьмой по счету. Он называется «Солнце любви». Поэтому еще рановато. На новый трек, который называется «Гамма-бета» Михаил Голцерива, выходит прямо на днях. Замечательно. Катя, спасибо огромное, что ты нашла время к нам прийти и пообщаться с нашими телезрителями. Я очень рада тебя видеть. Жду от тебя новых побед, высот, достижений. Обещаю. И не меняйся, потому что ты чудесная. Взаимно. Спасибо, дорогая. Спасибо тебе огромное. В гостях программы «Утренний кофе» была замечательная певица Катя Лель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова